Коронавирусная инфекция COVID-19 вызывается новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Название связано со строением вируса. Его шиповидные отростки напоминают корону. С помощью своего шипа, спайк-белка, вирус присоединяется к здоровой клетке, открывая ее, словно ключом. Затем вирус сливается с клеткой, а его генный материал проникает внутрь. Оказавшись внутри здоровой клетки, коронавирус программирует клетку так, что она становится фабрикой по производству новых вирусов. Прежде чем зараженная клетка разрушится и погибнет, она может выпустить миллионы копий вируса. Передача вируса происходит в основном воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре. Возможно передача вируса контактным путем, когда здоровый человек прикасается к поверхностям, находящимся в непосредственной близости от заболевшего или к предметам, с которыми он контактировал. COVID-19 попадает в организм через нос и рот, а затем проникает в дыхательные пути. В ответ на попадание вируса начинается мощная реакция иммунитета. В большинстве случаев иммунная система справляется с вирусом. Человек переносит заболевание в легкой или средней форме и выздоравливает. Когда вирус попадает в легкие, болезнь протекает тяжелее. Иммунная система борется активнее и производит много иммунных клеток, которые уничтожают не только вирус, но и зараженные клетки. У человека развивается осложнение коронавирусной инфекцией, пневмония. Альвеолы наполняются жидкостью и легкие не могут снабжать организм достаточным количеством кислорода. Из-за недостатка кислорода увеличивается частота сердечных сокращений и дыхательных движений. Человеку трудно дышать, состояние может стать тяжелым и даже критическим. Развивается острая дыхательная недостаточность. В таких случаях необходимо дополнительное введение кислорода. В результате повышенной выработки иммунных клеток нарушается работа целых органов и систем организма. Это облегчает присоединение бактериальной инфекции, вследствие чего состояние больного ухудшается и может привести к летальному исходу. Высокий риск осложнений и тяжелого течения болезни у людей старше 60 лет, имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, болезни органов дыхания. Вакцинация доказала свою эффективность в защите от тяжелого течения коронавируса. Она значительно снижает летальность в группах высокого риска. Защитите себя и близких!